Здравый смысл Здравствуйте, спасибо, что вы пришли. Собственно, с этого я бы хотел начать. Как проходит ремонтная кампания? Насколько она может быть масштабна в этом году? Ремонтная кампания в самом разгаре. Масштабы большие, вы сами видите по городу. То есть явно присутствует недовольство определенное из-за отключения горячей воды из-за перекопанных дорог. Но, к сожалению, иных технологий нет. Этим приходится заниматься. Чтобы зимой качество услуги было гораздо лучше, чтобы было меньше отключений. Конечно же, планируется отключение горячей воды. И основные ремонты будут до 1 сентября. До 1 сентября. Здесь существует график, согласованный с администрацией, опубликованный на сайте. Поэтому, согласно этого графика, мы производим опрессовки. Буквально вчера мы закончили опрессовки первой городской линии. То есть диаметр 700 из сегодняшнего дня. Произвели переключение на 700-ку. И с завтрашнего дня мы начинаем опрессовки диаметра 800. То есть на городе две линии. 700-800. 700 закончили. Приступаем к 800. Где-то посередине лета водораздел проходит. В принципе, мы идем по графику. Хорошо. Все-таки, если говорить о масштабах, сколько уже отремонтировали? Сколько еще предстоит? Может быть, километрами это меряется? Я не знаю, сотнями метров? По плану на этот год, собственно, перехладок. Конечно, мы всегда планы перевыполняем. Собственно, 5 километров. 2,5 мы уже сделали. Я думаю, порядка 8 километров. 7-8 километров мы до конца года переложим. Это только, собственно, без подрядчиков, я имею в виду. И с подрядом, со всем, они тоже переложат, так я скажу, порядка 2 километров. Порядка 2 километров. Если говорить о деньгах, если позволите, насколько это вообще затратное мероприятие, замена труб? Если мы берем, опять же, этот год, этот сезон, сколько это стоит? В этом году перекладок и всех ремонтов сумма составит больше 200 миллионов рублей. А в следующем еще гораздо больше. Что еще предпринимается для того, чтобы отопительный сезон проходил гладко? В этом году, помимо перекладок, у нас еще были испытания на максимальную температуру, которые проводятся раз в 5 лет. Это испытания швов опорно-скользящей системы. Мы с вами уже, по-моему, как-то поднимали весной этот разговор. Я рассказывал о тепловых испытаниях по-простому. И кроме тепловых испытаний, здесь, в этом году, как ежегодно, у нас проводятся гидроиспытания. То есть, два вида испытаний в этом году. Соответственно, количество порывов больше и, соответственно, и работы больше. То есть, гидроиспытания, это уже испытания давлением, да? Мы в этом году используем, если говорить техники, то помимо наших техники, мы используем дополнительно 3 единицы грузоподъемной техники, ну, соответственно, эскаваторы и грузовики. То есть, количество техники в этом году, спецтехники увеличено в связи с большими объемами работ. Хорошо. О концессионном соглашении хочу вас спросить, которое вот было заключено не так давно. Это уже работает? Безусловно. Как это работает? Мы в концессии, мы в, согласно концессии, основных, я назову, 4 работы. Это перекладка ЦТП-48, это хромпик, роза Рюксембург, абсолютно. Центральный теплопункт. Да, 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 ЦТП, теплопункт, центральный номер 48, трубы полностью ППУ-изоляции, система ДК, которая позволяет контролировать толщину стенки. Вот. Это примерно те же технологии, что в том году были использованы на проспекте космонавтов по ремонту. Там была только 219 труба, здесь 325, ЦТП-28. Мы первый раз применили технологии в городе Перу-Уральске. Эти технологии, я извиняюсь, перебил, может быть, они дают что? Во-первых, они, труба сразу идет с теплоизоляцией, она, ну, по-простому сказать, в коконе. Соответственно, влияние внешней среды, коррозия внешняя, она исключается. Хорошо. Что еще в рамках концессии? В рамках концессии мы продолжаем ремонт на Луно-Чарского, там порядка 636 метров в трассе. Мы заканчиваем ремонт полностью этой тепломагистрали. Кроме того, приступаем, уже приступили, устанавливаются, уже ведется раскопки. Это магистраль ДУ-700, которая происходит от Бисквита до Ленина-6. Полностью будет заменена, приступили к работам. Это в рамках концессии. И тоже в рамках концессии мы делаем ремонт. Вот то, что как раз улучшение качества ГВС, это ЦТП номер 10. Подрядчик приступает буквально на днях. Это ремонт полностью внутренних теплосетей. То есть прямая обратка в ППУ-изоляции, это по теплу. И новые технологии, будем говорить по-простому, пластик. Это для ГВС и обратный, так называемый, злополучный, или как у нас в городе у всех на слуху, циркуляционный трубопровод. То есть это для того, чтобы не приходилось пропускать воду из горячего крана, чтобы она осталась горячая. Но мы должны понимать, что мы работы проводим до стены, будем говорить, дома. Все работы внутри дома, это соответственно уже ответственность управляющей компании. То есть мы начали свою зону ответственности, то, что в концессии мы должны сделать абсолютно по всем ЦТП, вот мы первая ласточка. На следующий год у нас запланировано уже 8 ЦТП полностью циркуляционными трубопроводами. Я буду кратко говорить, но там перекладываются все Т4, все 4 трубы. И, значит, эти работы в среднем рассчитаны на 7 лет. То есть через 7 лет предполагается, планируется, что теплосети Первоурайска, все... Внутренние теплосети, которые отвечают за тепло и за горячую воду, все будут приведены в порядок. Полностью техническое соответствие. Хорошо. Вы, когда производите ремонты, вот те, о которых вы говорили, условно, там, до стены дома и так далее, вы согласуете эти ремонты с дорожными ремонтами? Потому что, ну, не всегда, но сталкиваемся же мы с такой ситуацией, когда приходится... Нет, я понимаю, что, как говорят, вот положил для асфальта, раскопали. Ну, смотрите, мы с администрацией города Первоурайска работаем в тесном контакте. Все пересечки мы делаем. В этом году мы тоже под асфальтирование делаем пересечки. И поэтому будем говорить, только после этого производится асфальтирование. Вот сейчас по проспекту Ильича на вторую часть, когда выведут в ремонт, там две пересечки, одна идет на Дом спорта, другая на Ледовый дворец. То есть на следующей неделе мы эти пересечки полностью выполним. Также мы на Ватутино выполнили пересечки. Ну, то есть пересечка, это по-простому, это что? Да. Это пересечение дороги именно трубой. Вот. Но надо четко же понимать, что и бывает и новое ломается. То есть вы, покупая автомобиль, но это нет даже дорогой марки, это нет тысячи там стопроцентной гарантии, что он у вас через какое-то время не сломается. Такую гарантию не даст. Это железо. Поэтому, ну, к сожалению, бывает и с трубой происходит то же самое. Надо четко понимать. И тогда, соответственно, непопулярные вот эти все вещи. Ну, вот так, как-то так. Ладно. Еще раз о подготовке к одопительному сезону, раз уж это все к этому относится. Роль управляющих компаний, роль ресурсников, роль администрации какая в этом всем? То есть что вами сделано, вот вы сейчас обозначили, да? Что-то еще должны сделать управляющие компании и городские власти с своей стороны? Ну, про нашу роль и роль администрации я как бы уже озвучил. Ну, и, соответственно, управляющие компании должны также четко в едином, как раньше любили говорить, порыве. То есть все делают необходимые технические мероприятия в своей зоне ответственности. И если вот эти три составляющих сложатся, то я думаю, действительно, я надеюсь, что они сложатся. Что, действительно, тогда это будет не слова, это будет на самом деле жители города Перу-Уральска будут получать качественную услугу, которую мы сейчас говорим про ГВС. Соответственно, да, да, годового снабжения. И, соответственно, и отключений будет меньше, потому что все новое, порывов будет меньше, инцидентов определенных. Поэтому, когда вот все три составляющих, да, три основных части, вот тогда как бы все будет нормально. Я вас благодарю за беседу. Спасибо. Телезрителям спасибо за то, что вы были с нами сегодня. Будьте здоровы, берегите себя. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова